На камере это неживое. Смотрите на крестьяннике. Владимир Радольфович, сегодня состоялось первое заседание рабочей группы. Что успели обсудить, какие итоги, и теперь, что в дальнейшем будет, когда собираться рабочая группа? Я благодарен, что очень активные жители пришли, и очень настойчиво требовали, чтобы список был сформирован, качество. Мне кажется, работа началась гораздо раньше. Огромное количество звонков, обращений на информационных наших площадках, в интернете, когда после приезда губернатора и его отъезда эта тема была озвучена, когда Альхан Викторович сказал, что город Назарова, лично для него, для Красноярского края, это опорный город. Соответственно, отсюда все требования к комфортному проживанию для горожан. И понятно, что на первом месте с этого перечня вопросов для комфортного проживания стоят дороги, и шквал просто обращений. И первоначально мы понимаем, что это рядовые трассы, это Арбузова, 30 лет в ЛКСМ. И с губернатором мы проехали даже по Красноармейской и той части города. Но он чувствовал, говорит, я понимал, что есть проблемы, но до какой степени это очень сложно. Либо нижняя дорога до Бора. И я пытался перечислить все предприятия, которые уже на тот момент представлял, и полный список, не только ГРЭС. И к этому добавил, что около 4 тысяч человек ездят на дачи. Понятно, что 8 тысяч человек практически ежедневно пользуются в течение года. Это огромная цифра, она тоже подлежит рассмотрению. Но мы для себя сегодня выверили некий график, в течение недели снова собраться здесь, в этом же зале. И теперь уже провести промежуточные какие-то итоги из того, что жители нам еще озвучат. Огромный частный сектор не охвачен. Из 200 километров, которые в городских дорог, чуть больше 100 с твердым покрытием, а остальные-то грунтовки или гравийные, если 100 километров помножить на сегодняшние расценки, это 25-30 миллионов за километр. Вот такие цифры. 100 на 30, это почти 3 миллиарда. Это масштабная цифра. И, конечно же, Александр Викторович эту цифру видел в состоянии. И когда мы пытались аргументировать на этот год порядка 200 миллионов, он говорил, вы абсолютно не правы, задача стоит, ну, хотя бы говорить про трехлетнюю программу, жители города должны увидеть, что их пожелания, вот, трехлетний период, они должны быть хотя бы учтенее. Ну, я озвучил, в том числе поставил задачи управления городского хозяйства сформировать весь перечень. Почему мы должны закрываться, эта проблема трех лет, конечно, мы должны посчитать, хотя бы, вот, сегодняшний цена на пятилетку, я думаю, 10 лет стоять, потому что я пришел, и мне доверили на пятилетний период. Владимир Рудольфович, ну, есть какие-то опасения? Все-таки сроки у нас довольно сжатые, еще ведь впереди конкурсные процедуры. Вы абсолютно правы, что опасения серьезные. В предыдущий период осваивали 19 миллионов всего денег. И то огромное количество нареканий по качеству, даже эти 19. Сегодня цифра 10 раз больше, и я встретился, буквально первую неделю, с министром транспорта, сослался на ту поддержку, которую мы, я был уверен, что мы получим от губернатора, и он дал поручение практически бесплатно работать по обследованию наших автомобильных дорог Ачинска ДРСУ. И я озвучил, что не обижаю наших местных дорожников, что без активного участия крупных дорожно-строительных организаций Красноярского края, имеющих серьезный опыт работы в такие сроки, нам не обойтись. И очень надеюсь, что когда будут объявлены торги, к нам заявятся на участие в конкурсе. Самые ответственные крупные предприятия с целью, чтобы уложиться в эти сроки. Иначе нам жители не простят, и если говорить, то в следующих периодах мы должны качественно освоить, и, соответственно, без тех информационных шлейфов скандальных, которые, к сожалению, сопровождают у нас пока опыт прошлого года, это надо исключить. Вы думаете, когда аукцион уже состоится? Ну, объявлен будет. Надеюсь, что в июне месяце, это уже такое оптимистическое, и тогда есть шанс вписаться в строительный сезон. Ну, технический вопрос, можно, у нас одна из главных проблем, почему такие дороги в состоянии, у нас, к сожалению, нет практически водоотведения вообще. И, тем не менее, мы наступаем на одни и те же грабли, вот улица Тридцветл, КСМ, была сделана без разрыва в бордюрах, и люди это много говорят, и в предложениях это звучит. И, тем не менее, все делается опять так. Вы абсолютно правы, я попросил, что мы когда будем обсуждать в следующий раз эти списки, что мы бы собрались не в этом зале, а в большом зале, на экран, и наши специалисты, управление городским хозяйством, и дорожники прокомментировали буквально каждый участок, вот с теми пожеланиями, о чем вы говорите. Как можно в эти ситуации. Спасибо большое.